Перед нами флагманский Samsung, которому уже 3 года, который перестал обновляться. Он получил версию Android 11, Android 13 или Android 12 он не получит. Ну что же с ним случилось за 3 года с корпусом? Во-первых, на этом смартфоне был заменен дисплей. А мы знаем, что дисплеи на флагманах Samsung, они очень дорогие. Сейчас об этом расскажу. По корпусу у нас появились точно такие же царапины, как и на айфонах. То есть вот эта хирургическая сталь, она царапается. Теперь по дисплею. Дисплей на этот телефон, это AMOLED дисплей, стоил примерно 8 или 10 тысяч рублей оригинальный. Мы поставили дисплей за 3500 рублей, который был куплен с сайта Алиэкспресс. Это оригинальный дисплей с маленьким дефектом. Вот здесь вот есть битые пиксели. Замена обошлась у нас 1000 рублей. Здесь даже, наверное, видны какие-то следы клея. В общем, дисплей мы поменяли. Но кроме дисплея, в этом смартфоне все родное и смартфон работает очень хорошо. У нас материалы премиальные. Тут у нас стекло, металл, все круто. Эти две камеры пусть вас не пугают. Потому что, скажем, вот современный смартфон. Тоже Samsung 4 камеры. А по сути только здесь 2 камеры. Основная и широкая камера. Здесь такая же история. Хотя камера здесь, конечно, куда круче. У Samsung, как обычно, здесь традиционно устанавливаются какие-то датчики, которые реально работают. В отличие, скажем, от Poco F3. У нас тоже здесь какой-то датчик. Это бутафор. Это не настоящий датчик. Xiaomi любит такие вещи делать. Ну и компоновка. То, что у нас AMOLED дисплей. И у нас здесь сканер отпечатков пальцев. Сейчас устанавливаются на многих смартфонах. Точно такая же история на Poco F3. Poco F3 работает на Snapdragon 870. И это вообще флагманский был чип. Здесь же Samsung набирает 500 тысяч баллов в Antutu. Это очень хорошее значение. По мощности это очень мощный смартфон. Работает он очень шустро. В 2022 году у него очень мало конкурентов. То есть он реально ведет себя круто. Но что, например, умеет Samsung в отличие от Poco? Он умеет заряжаться. Когда мы ставим, он заряжается с помощью беспроводной зарядки. Poco F3, конечно, этого делать не умеет. Потому что это все-таки бюджетненькая модель. Но что же умеет Samsung? У Samsung есть реверсивная зарядка. Можно им зарядить какие-то, скажем, наушники. Ну или даже можно зарядить iPhone 12. Это очень классная функция. То есть он может заряжать другие смартфоны. Вот здесь и проявляются черты флагманского смартфона. Потому что в этом телефоне сделано было отлично абсолютно все. Здесь ни на чем не экономили. В отличие, скажем, от среднебюджетных смартфонов, которые мы видим сейчас. По оболочке One UI здесь все работает очень хорошо. Потому что в отличие, скажем, от бюджетных или среднебюджетных Samsung'ов, они часто глючат, потому что им не хватает мощности. Здесь же мощности хватает с избытком и все просто летает. Есть некоторые фирменные фишки у Samsung'а. То, чего нет на других смартфонах. Например, функция S-Health. Вот это приложение. Оно очень крутое. Его можно поставить также и на другие смартфоны. Например, вот такие записи, заметки. Например, мы напишем слово «обзор». В общем, здесь это все есть. Это Samsung'овские приложения. Если мы захотим поставить вот это приложение на другой смартфон, то у нас просто не получится это сделать. Я уже проверил, но этого приложения, скажем, например, на других смартфонах нет. Samsung Note нет. Хотя, например, тот же самый S-Health мы можем поставить и на другие смартфоны. Например, вот здесь вот. И вот этим Samsung'а крут, потому что у него есть очень классные функции. Мне нравится детский режим. Мы зашли сюда. И у ребенка есть те приложения, которые мы ему разрешаем. Также мы можем скачивать очень классное приложение. И можем добавить сюда любое приложение. Ребенок отсюда не может выйти, пока мы не нажимаем на эту функцию и выходим отсюда. В общем, это очень классная функция. Также есть защищенная папка, если мы хотим хранить какие-то свои секретные данные. Очень круто. Что мне не нравится, это кнопка Bixby. Это абсолютно ненужная кнопка. Под нее можно поставить любое действие. Я поставил фонарик. Мы нажимаем, у нас включается фонарик. Нажимаем, выключается. Можно поставить любое приложение, но, честно говоря, происходит путаница. Если хочешь нажимать на громкость вниз, получается нажатие на эту кнопку. Это ненужная кнопка. Ну, уже от него никуда не деться. Теперь немножко по некоторым особенностям этой оболочки. Во-первых, здесь работает жест в управлении. Очень хорошо здесь работает жест в управлении. И, скажем, если мы зашли в одно приложение, то мы можем спокойно вот так вот перейти из одного приложения в другое. Мне нравится то, что в этой оболочке, если мы скачиваем любое приложение... Давайте зайдем сейчас и скачаем любое приложение. Мы нажимаем на скачивание, и это приложение уже появляется вот здесь вот серым. Даже мы можем поставить его изначально вот сюда. На других оболочках, пока оно не скачается, это приложение мы так и не увидим. Также по дубликату приложений. Скажем, смартфон у нас работает с двумя сим-картами. Мы можем поставить два WhatsApp, два Telegram под разными аккаунтами. Мы даже можем сделать отдельный список контактов для второго приложения. Таким образом, мы получаем две рабочие сим-карты с полноценным использованием дублированных приложений. Друзья, если вам нравится подобное видео, подписывайтесь на наш канал, потому что мы еще будем говорить о стареньких флагманах, как они работают сейчас и насколько они актуальны. Ну и дисплей у Samsung очень крутой. Здесь имеется функция Always on Display, когда, скажем, у нас на таком дисплее загорается служебная информация. Но в отличие от других смартфонов, которые успешно скопировали все у Samsung, здесь можно поставить разные темы. То есть мы можем выбрать очень много разных тем, бесплатно у нас каждый раз будет отображаться новая система на Always on Display. По программной части у Samsung одна из лучших оболочек, которая очень хорошо развивается. На таком маленьком дисплее мы получаем сетку из 5 на 6, потому что в том же, например, iPhone 12 mini, такой же компактный смартфон, здесь только сетка 4 на 6. То есть Samsung дает нам больше возможностей кастомизации. Кроме этого, у Samsung, в отличие от всех Android смартфонов, имеется свой браузер, свой календарь, свои часы. В общем, у Samsung очень много собственных сервисов, которые зачастую работают лучше, чем гугловские альтернативы. Ну и немножко про батарейку, потому что в этом смартфоне батареи на 3000 мАч, это не так много по современным меркам. Но дело в том, что мы имеем здесь энергоэффективный процессор. Мы имеем AMOLED дисплей, когда при использовании с темной темой смартфон потребляет меньше заряда. Мы видим, что сейчас по экрану идет ШИМ, это особенность AMOLED дисплея на Samsung. Здесь нет DC Dimming, здесь нет 90 или 120 Гц, которые бы потребляли бы еще больше энергии. Но я уже говорил, что 60 Гц лично для меня вполне хватает. Теперь немножко про камеры. У нас всего 2 камеры на 12 и на 16 Мп. Сейчас, когда мы видим 108 Мп модули, эти камеры кажутся скромными. Но на самом деле эти камеры очень крутые. Они показывают очень классные фото и видео возможности. Я сравнивал этот Samsung с iPhone 11. Зачастую он был даже лучше, чем 11 iPhone. Но если мы говорим про iPhone 8 Plus, iPhone XR, то здесь этот телефон оснащен ночным режимом и показывает очень хорошие кадры ночью. Ну а по возможностям видеосъемки, давайте я продемонстрирую. Скажем, мы включаем обычную камеру и начинаем запись. И мы во время этого можем переключиться на широкую камеру. Вот этого нет на большинстве Android смартфон. Переключение между камерами во время съемки видео, между основной и широкой камерой. Это очень классная функция. Также приложение камеры позволяет нам регулировать все пункты. Мы можем убрать то, что нам не нужно. Скажем, я портретный режим все это убрал. Оставил только режим ночь, фотографии и видео. Если я захочу, я, скажем, могу портретный режим поставить сюда или сюда, куда захочу. То есть по возможностям камеры, по приложению. Эта камера очень крутая. Она умеет считывать QR-коды. И во всех сценариях показывает хорошую работу. Для своего времени это вообще была очень крутая камера. И сейчас эта камера будет лучше, чем многие среднебюджетные смартфоны за 20-25 тысяч рублей. У Samsung всегда были отличные фото возможности. И Samsung Galaxy S10e не исключение. Поэтому, купив этот смартфон за 17-18 тысяч рублей на вторичном рынке, вы получите очень хорошую камеру и очень быстрый, шустрый смартфон. Мне в этом смартфоне не нравится то, что у дисплея есть шим. Эта камера, она просто огромная по нынешним меркам. У него все-таки не слишком большая батарейка и дурацкая кнопка Bixby. Кроме этих маленьких мелочей, Samsung S10e показывает великолепную работу. И сравнивая с современными смартфонами, такими как, скажем, Poco F3, Samsung иногда показывает некоторые преимущества, то, чего нет даже в смартфонах этой ценовой категории. Напишите ваше мнение про флагманские смартфоны, насколько они актуальны. Спасибо за просмотр. До новых встреч.